Глава 9. Сердце, которое ценит материнство. И не пренебрегай адресом своей матери. Притча 1 стих 8. Нет лучшего места в служении, положении или власти, чем быть матерью. Я рад, что не прочитал этих слов, когда впервые стал христианином. Бог еще не научил меня истинности этого утверждения, так как я, возможно, полностью отверг бы его. Когда Христос стал сердцем и душой нашего дома, у нас родились две дочери дошкольного возраста полутора и двух с половиной лет. Кэтрин и Кортни были красивы, но их никогда не дрессировали и не дисциплинировали. Мы весело проводили время и делились хорошими моментами, но наш дом был наполнен напряжением, когда я уговаривала, уговаривала и угрожала им, чтобы они вели себя приемлемо. Несмотря на то, что мои дочери были очень маленькими, я проводил много времени вдали от дома. Дело в том, что меня зачислили на магистерскую программу по семейному и семейному консультированию. Я концентрировал свое время, свою энергию и напряжение своего сердца на поиске лицензии на консультирование, чтобы помогать другим семьям, в то время как я покидал свою собственную. Поскольку мы оставляли девочек на долгие дни с нянями и разными детскими садами, нам просто приходилось терпеть их каждую жалкую ночь и выходные. Возможность материнства быть служением или местом большого положения и власти была мне совершенно чужда. Я жила идеями женского освободительного движения в начале 1970-х. Но Бог, наш всегда верный Бог, открыл мне глаза и обратил мои мысли о материнстве в его совершенные и мудрые пути. Когда я стал христианином, один вечер в неделю я посещал женские занятия по изучению Библии. Там я начал слышать то, чего никогда раньше не слышал, комментарии о привилегии быть матерью, о прекрасной ответственности за воспитание детей для Бога и о роли матери в воспитании и дисциплинировании ее детей. Маленькие. Поскольку учитель постоянно указывал нам на Библию, я снова использовала розовый маркер на страницах священных писаний, отмечая в своей Библии то, что оно говорило мне, на этот раз как матери. Изучая то, что было отмечено розовым цветом, я обнаружила четыре страсти, которые отражают сердце, ценящие материнство. Я собираюсь раскрыть два в этой главе и два в следующей. Страсть к обучению Слову Божьему. Женщина по сердцу Божию есть прежде всего женщина, имеющая в сердце глубокую и постоянную страсть к Слову Божию. Ваши дети, они дети церкви, ни женщины церкви, ни друзья, ни соседи, ни кто-либо другой, но их дети должны получить первые плоды их жгучей личной страсти. Библия дважды говорит о «законе» или учении матери, притча 1, стих 8 и глава 6, стих 20, указывая на то, что у вас и у меня, как у матерей, есть Божья миссия учить Его Слову наших детей. Мы с вами можем многое сделать для наших детей, но преподавание Слова Божьего должно быть нашей страстью. Почему? Потому что Слово Божие, еврейское Слово, Тора, означает Божественный Закон, Слово Божие, Библия, имеет ценность для спасения и ценность для вечности. Бог использует Слово, чтобы привлечь к себе людей. Апостол Павел учит, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия, Римлянам 10, стих 17, курсив автора, и что, Священное Писание может умудрить вас во спасение веры во Христа Иисуса, второе письмо к Тимофею 3, стих 15, курсив автора. Кроме того, Слово Божье никогда не возвращается к Нему, не выполнив прежде своего Божественного замысла, Исайя 55, стих 11. В свете спасительной силы Божьего Слова нам нужно поставить Его Священное Писание на первое место в списке того, что должны знать наши дети, и на первое место в наших сердцах. Прежде всего, у нас должна быть страсть к Слову Божьему, прежде чем мы сможем поделиться этой страстью с нашими детьми. Страсть к обучению Слову Мудрости С нашим призывом учить наших детей Слову Божьему тесно связан наш призыв учить их Его Мудрости. На самом деле, второе значение еврейского слова – Тора – Мудрость. В это определение входят любые принципы, советы, традиции, модели восхваления, правила принятия решений и благочестивые практики, основанные на Библии. В этом смысле, Тора – относится к практической и библейской мудрости для повседневной жизни. В притчах 31, стихи 1-9, мы мельком видим женщину, которая ценит материнство и ценит как своего ребенка, так и Божью мудрость. В этой главе его сын, царь Лимуэл, записывает, пророчество, которому его научила мать, стих 1, курсив автора. Представьте себе интимность предлагаемого здесь значения, и, возможно, вы можете видеть этого юного принца, сидящего на коленях у матери, впитывающего, возможно, записывающего, слова мудрости, которыми поделилась с ним его мать. Он запомнил свою мудрость на всю оставшуюся жизнь, использовал ее для управления своим царством, а затем передал ее другим, в конце книги притчей. От ее сердца, к его сердцу, к его сердцу и к моему. Всякий раз, когда я думаю о призвании учить своих дочерей практической мудрости, я думаю о соли. Согласно Библии, мой разговор должен быть, приправлен солью, Колоссянам 4, стих 6, и эти замечательные математические стихи дают вам и мне разрешение постоянно давать нашим детям, с Божьей мудростью. Соль должна исходить из наших уст при каждой возможности, Божья истина, слова из Библии, применение библейских учений и ссылки на присутствие Бога с нами и Его суверенную власть в мире. Во второзаконии 6, стихи 6 и 7, Бог говорит родителям, и эти слова, которые я заповедую вам сегодня, будут у вас на сердце, и будешь повторять их детям твоим, и будешь говорить о них, когда будешь в доме своем и идешь по дороге, и когда ляжешь, и когда встанешь, курсив автора. Сначала мать и отец должны наполнить свои сердца Словом Божьим, стих 6, а затем усердно и обдуманно обучать ему своих детей каждую минуту каждого дня, стих 7. Когда я обнаружил, что у меня есть миссия от Бога учить Кэтрин и Кортни Слово Божьему и его мудрости, приправлять и сохранять их жизни солью его истины, мне пришлось приучить себя быть готовым и ждать возможности, которые представятся сами собой. Я приняла решение быть той матерью, которая всегда настороже, ждет, готовая учить моих дочерей о Боге в ходе нашей повседневной жизни. Принять решение мне помогло знание того, что даже великий евангелист Билли Грэм должен был выбирать, говорить ему о Господе или нет. Он понял, что ему нужно создать возможность поделиться Божьей истиной. Итак, в начале своего служения и славы он принял решение упоминать Господа каждый раз, когда давал автограф. Он принял решение, что каждое их интервью должно направлять ее к евангельской вести. В письме своей жене Рут Билли однажды ответил, я решил проповедовать Евангелие на деловых обедах. Я не хочу просто говорить о мировых событиях или слушать сладкую колыбельную. Как матери, которые хотят воспитать детей согласно Божьему сердцу, мы также должны принять решение, разоблачать Евангелие и ассоциировать даже самые незначительные вещи с присутствием Бога. Мы должны говорить о Боге нашим детям, независимо от того, думают ли они, что это, внутри, или нет. В конце концов, люди говорят о том, что для них важно, и когда мы с вами говорим о Боге, мы сообщаем, что Бог в высшей степени важен для нас. Напомню, что у вас будет больше шансов рассказать о Божьих путях, и больше шансов быть услышанным, если телевизор будет выключен, а для этого нужно принять еще одно решение. Также знайте, что Божья практическая мудрость преподается двумя способами. Во-первых, есть то, о чем мы уже упоминали, мы входим своими словами, своей беседой, но мы также учим своей походкой, тем, как мы живем. Наша прогулка включает в себя все, что мы делаем и говорим, и все, что мы не делаем или не говорим. Наши дети смотрят, и мы постоянно чему-то их учим, как положительному, так и отрицательному. Одна молодая женщина написала, дорогая Эбби, мне 10 лет, и я стыжусь своей мамы. Она большая лгунья и все время сплетничает по телефону. Он разговаривает с женщиной и притворяется ее лучшим другом, хотя на самом деле она ее злейший враг. Как может человек быть таким, и иметь два таких противоположных лица? А потом он приходит и говорит мне, что если я солгу, Бог меня накажет. Как твоя прогулка, что ваши дети Божьи видят в вас? Чему вы учите своих детей? Да, но как? Что делает мать, которая ценит своих детей, ценит Слово Божье и дорожит его мудростью, чтобы научить их истине? Примите несколько серьезных решений. Когда я узнал, что Библия должна учить Кэтрин и Кортни, я понял, что мне необходимо принять несколько важных решений. Буду ли я делиться Божьим Словом со своими двумя дочерьми, буду ли я выделять время в нашем напряженном ежедневном графике для изучения Библии? Хотели бы вы постоянно говорить о Господе? Я знал, что если я отвечу утвердительно на эти вопросы, мне придется принять еще одно важное решение, протянуть руку, чтобы выключить телевизор, вот снова телевизор, и заменить его Библией или Библейским рассказом. Не важно, сколько лет детям, им может быть 16 дней, или 16, или 26 лет, мы должны учить их о Боге и Его Слове в нашем доме. Ясно, что это наша привилегия и ответственность, как часть нашего призвания быть женщинами по сердцу Бога. Такое учение должно быть частью дома, который мы строим для Бога, притчи 14, стих 1, дома, который чтит нашего Господа. Более того, такое обучение именно то, что нужно нашим детям, независимо от того, думают они об этом или нет. Мы с вами знаем, что как матери мы даем нашим детям то, что им нужно, а не то, что они хотят. Признайте свою роль учителя. Когда я больше читал о том, как Билли и Рут Грэм воспитывали своих детей, я еще больше укрепил свое желание передать Слово Божье своим дочерям. Когда ее спросили о ее роли матери и домохозяйки, Рут ответила, для меня это самая красивая и полезная работа в мире, она не уступает ни одной другой роли, даже роли проповедника. Затем он добавил, может быть, это проповедь, видите ли вы свою роль учителя, или проповедника, или инструктора, который при каждой возможности навязывает библейские истины. Рассмотрим эти примеры, как матери, выполняющие миссию от Бога, мы не можем недооценивать важность внедрения его истины в сердца наших детей, или внуков, и в их умы с самого раннего возраста. Что, если бы благородные матери Библии растратили свои возможности, чтобы посеять семена любви к Богу в сердцах своих детей? Возможно, у Эхаведы был мальчик Моисей в течение короткого периода в три года, прежде чем он вернулся, чтобы жить в языческом доме фараона, Исход 2. Однако, эта женщина, ценившая роль матери, и страстно любившая Бога, и его истину, за эти короткие годы сообщила Моисею достаточно истины, чтобы впоследствии он мог принимать серьезные решения о Боге, Евреям 11, стихи 24-29. Она сталкивается с аналогичной проблемой. Как и Эхаведа, она также имела своего маленького Самуила примерно три года, прежде чем передать его воротам Дома Божия, чтобы его поднял кто-то другой, первая книга Самуила, главы 1 и 2. И подобно Иохаведе, он научил своего сына достаточному закону Божьему, чтобы сделать его могущественным пророком, священником и лидером Божьего народа на десятилетия вперед. Бог избрал Марию, чтобы она воспитала его сына Иисуса, и она, несомненно, серьезно относилась к своей миссии от Бога, и ежедневно изливала богатую Божью истину в свое маленькое сердце. Конечно, Бог выбрал правильный дом и правильную мать для своего драгоценного сына, и в возрасте 12 лет Иисус поразил своими знаниями учителей и мудрецов в храме в Иерусалиме. Он уже заботился о делах своего отца, Луки 2, стихи 46-49. Сеете ли вы семена Божьей любви и истины в сердцах ваших детей? Начинать никогда не рано, и даже не поздно, и что-то лучше, чем ничего. Так что придумайте стратегию, будьте честны и последовательны. Заучивайте Писание и читайте Библию вместе. Биография Кори Тен Баом, писателя, евангелиста и заключенного во время Второй мировой войны, дает более современный пример отца, изливающего Божье Слово в сердца своих детей. В раннем возрасте отец Кори привил ее семье важность заучивания священных писаний. И убедились, что они выучили отрывки из Библии после смерти их мамы. Это запоминание хорошо послужило его детям, поскольку им пришлось страдать и, за исключением Кори, в конце концов умереть за свою веру. Магазин документов Кори помог ей выжить в нацистских концентрационных лагерях. Ее отец сказал Кори, дочь, не забывай, что каждое слово, которое ты знаешь наизусть, станет драгоценным оружием, которое Бог может использовать через тебя. Слово Божье действительно вооружило Кори Тен Баом и помогло ей пережить боль и муки концлагеря. Бог также использовал свое слово, сокрытое в ее сердце, как мощный инструмент евангелизации прямо там, в том лагере, когда Кори предлагала спасение, надежду и утешение другим страждущим заключенным. Мы не можем пренебрегать ценностью ежедневного чтения Библии, которая также важна, как и заучивание священных писаний. Помимо того, что он помогал своим детям запоминать слово Божье, отец Кори каждое утро после завтрака читал своей семье главу из Ветхого Завета, а каждый вечер после ужина – главу из Нового Завета. Родители Элизабет Эллиот также серьезно относились к своей работе по обучению своих детей Божьей истине. Миссис Эллиот, чей первый муж был жестоко убит на миссионерском поле, а ее второй муж умер после долгой борьбы с раком, о ценности ее обучения в детстве. Она пишет, в моменты глубоких страданий меня поддерживали слова гимнов, разученных на семейных молитвенных собраниях, после пения какого-то гимна последовало библейское чтение. Мой отец верил в чтение, часто, он читал нам вслух два раза в день. Миссионер Джон Стэм, замученный в Китае, за свою веру, так описывал свою повседневную жизнь, в доме своего детства, три раза в день, когда был накрыт стол, библии раскладывались и готовились. По одному на каждого человека. Перед раздачей пищи молились, а потом читалась глава, и каждый принимал участие в чтении. Таким образом, Библия заняла первое место в отношениях между родителями и детьми. Это было основание, общее место встречи, испытания и арбитр всего его мышления. Он поддерживал и удовлетворял их сердце. Улавливаете ли вы видение и страстность Божьей миссии изливать свое слово в сердца ваших детей? Задача никогда не заканчивается. Когда Джима, мужа Элизабет Эллиот, убили, его мать написала ему письмо, в котором один стих за другим содержался из Писания. Даже когда Элизабет повзрослела, вышла замуж и родила детей, ее мать продолжала распространять слово Божье в ее сердце. Следуйте образцу других матерей. Бог позволил мне познакомиться с особой семьей, в которой каждый член увлечен своим словом. С тех пор, как родился первый ребенок, их мать решила читать им отрывки из священных писаний, которые она запоминала, каждую ночь укладывая их спать в своих кроватях. Одна из ее дочерей, которая училась в колледже, сказала мне, миссис Джордж, я даже не знаю, как я выучила наизусть так много мест Писания. Думаю, я так часто слышала, как моя мама произносила их у моей постели, что я их выучила. Это мать, которая ценила и быть матерью, и ценить Божье слово, читала своим детям длинные отрывки и даже целые псалмы и книги Библии перед сном. Когда его сын играл в баскетбол в колледже, у него вошло в привычку ходить в спортзал перед каждой игрой, ложиться на скамейку и декламировать римлянам 6-8, чтобы успокоить нервы и сосредоточить свое сердце на Боге. Невеста этого сына рассказала мне, что, когда она проводила каникулы в его доме в возрасте 22 лет, эта благочестивая мать также брала ее спать, читала Священное Писание и молилась за нее, и делала то же самое в комнатах своих взрослых детей. У нас, матерей, каждый день дома есть бесчисленные возможности глубоко внедрить Божье слово в умы и души наших детей. У нас есть благословенная привилегия заботиться об их сердцах и отдавать их наставлениям и наставлениям Господа, Ефесянам 6-4. Но сначала мы должны понять, что маленькие, а то, что раньше было маленьким, стало большим, сердце, которое Бог доверил нашей заботе детей и внуков, на самом деле являются сокровищами. Поэтому мы должны питать сердце, страстно любящие его слово, чтобы наша страсть переполняла жизни тех, кого мы любим. Ответ сердца. Как матери, мы не можем передать то, чего у нас нет, поэтому жизненно важно, чтобы вы и я лелеяли железную страсть к Божьему слову и мудрости в наших сердцах. Храните ли вы свою истину, храня ли ее в своем сердце? Псалом 119 стих 11. Тратите ли вы время каждый день, вливая его в свое сердце и разум, а также в сердца и умы ваших детей? Готовы ли вы поставить слово Божье на первое место в вашем доме и в жизни вашей семьи? Какие шаги вы предпринимаете для того, чтобы у вас было достаточно времени, чтобы учить, читать, изучать, делиться, запоминать и даже декламировать Библию? Глава 10. Сердце, верное в молитве. Что мой сын, и что, сын чрева моего. Притча 31 стих 2. Ни на что не нацеливайтесь, и вы обязательно всегда попадете в цель. Это высказывание описывает мое материнство до того, как я нашла руководство в Слове Божьем. До этого момента я ничего не делал в нашем доме для обучения своих дочерей, но как только я нашел адрес, я двинулся вперед на всех парах. Я принял близко к сердцу недавнее открытие, что Бог дал мне разрешение проповедовать, и вскоре мы всей семьей исследовали Божье Слово и изливали его в наши сердца. Мы выбрали стихи для заучивания вместе. У Кэтрин и Кортни появилось собственное время посвящения, в дополнение к семейным молитвам, и всем нам нравились замечательные библейские истории, которыми мы делились в разное время в течение дня. Было воодушевляюще сосредоточить наш дом и нашу беседу на Боге. Но моему розовому маркеру нужно было сделать еще одну остановку, на этот раз это была вторая глава 31 главы притчи, что «Сын мой», и что «Сын чрева моего», и что «Сын моих желаний». Это слова матери, так что, возможно, в них было послание для меня, но я понятия не имел, о чем оно, как вы думаете, в чем смысл этого стиха. В конце концов, это оказалось самым сложным аспектом Божьей миссии для меня, и вызов продолжается по сей день. Как оказалось, я исчерпала книги Джима, и мне пришлось совершить несколько походов в библиотеку-семинарии, прежде чем я начала понимать истину, скрытую в этом стихе, и то значение, которое он несет для меня как для матери. Наконец я смог увидеть, что она представляет еще две страсти относительно моей рабочей миссии как матери. Во-первых, этот стих говорит мне, что у меня есть миссия от Бога молиться за моих дочерей. Страсть к молитве. Притча 31 стих 2 раскрывает заботу матери о благополучии своих детей. Он сын ее чрева, подразумевая, что он сын, который просил Бога в молитве и был посвящен Богу, как Самуил в первой книге «Царств 1». Выражение «сын моих желаний», курсив автора, также предполагает, что ее сын был объектом ее ежедневных обетов и молитв, дитя многих молитв. Как сказал один комментатор, материнское посвящение и обучение обеспечивают первый контакт с религиозным наставлением, торжественное посвящение ее ребенка служению Богу и неоднократные и посвященные молитвы от его имени. Ваш ребенок – это не только ваш плод, он, сын ее обетов, тот, в кого она вложила свою самую горячую преданность. Как нежен этот образ матери, которая думает, любит, действует, говорит и молится с большим и страстным сердцем. В своей преданности она просит у Бога сына, посвящает этого сына Богу, а затем учит его путям Господа, о которых мы упоминали в предыдущей главе. Но страсть этой матери к Богу и к воспитанию своего сына не ограничивается простыми словесными наставлениями сыну, оно также говорит с Богом от его имени. Желание ее материнского сердца глубже и выше, чем основное учение и обучение. Она молящаяся мать, прилагающая все усилия к тому, чтобы взрастить правильное хождение со своим Богом, чтобы она могла эффективно молиться за своего сына. Как женщина по сердцу Божьему, она внимательно к своему хождению с Богом, имея дело с любым грехом, который может быть в ее собственной жизни, здесь мы возвращаемся к нашему первому приоритету, чтобы она была готова войти в святое присутствие. Бога и заступись за своего возлюбленного сына. Позвольте мне поделиться тем, как я начал выполнять Божью ежедневную, пожизненную, миссию ходить с Ним и молиться Ему. Как мать-христианка, как и вы, я уверена, я отчаянно хотела, чтобы мои дочери отдались любви Спасителя. Я больше всего надеялся, что Кэтрин и Кортни станут христианами, но этого я не мог добиться. Это может сделать только Бог. Так что мне некуда было идти с этим желанием в сердце для моих дочерей, а только к Богу. Каждое утро, просыпаясь, я знала, что во время молитвы буду просить Бога коснуться сердцет моих дочерей и открыть их Иисусу. Он также знал, что Слово Божие говорит, если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не послушал бы меня Господь, Псалты 66 стих 18. Я не хотел, чтобы мой грех или дурной характер лишили Бога, слышание, моей просьбы о моих дочерях. Ни один грех не доставлял сиюминутного удовольствия, достаточно ценного по сравнению с вечным спасением моих дочерей. Я хотела чего-то гораздо большего, чем краткое удовольствие, которое приходит, когда я могу высказывать свое мнение, подаваться гневу, отказываться подчиняться планам моего мужа в отношении нашей семьи и множеству других грехов, которые могут показаться приятными в данный момент. Я хотел завоевать две души для Бога. На карту была поставлена вечная судьба моих дочерей. Таково мышление благочестивой матери из Придж 31, стих 2, когда она говорит о своем сыне, как о «сыне моих желаний». И именно такое мышление нам с вами необходимо иметь в отношении наших собственных детей. Мы должны посвятить себя поддержанию благочестивой жизни, потому что речь идет о душе, душе нашего ребенка. Мы также стремимся ходить и жить правильно, чтобы эффективно молиться за наших детей. Еще одной вещью, которую я хотела для каждой из наших дочерей, был муж-христианин. Я снова столкнулся с тем, что не могу этого добиться, поэтому снова обратился к Богу со своей горячей просьбой. И было справедливо спросить. В конце концов, моя роль заключалась в том, чтобы быть матерью, которая стремилась ходить с Богом и горячо молилась о том, чтобы ее дочери знали Его, следовали за Ним и были благословлены мужьями-христианами. Я уверен, что следующие утверждения очевидны, но я все равно их скажу. Во-первых, я не молился за Кэтрин и Кортни каждый день, но мое глубокое желание видеть их духовное развитие присутствовало и остается до сих пор. Я ношу своих дочерей в своем сердце каждую минуту каждого дня, и до сих пор ношу вместе с их мужьями и будущими детьми. Во-вторых, я ни дня не прожил без греха, но ради Кэтрин и Кортни и моего желания, чтобы они шли с Богом, я старался изо всех сил, и до сих пор делаю. Я пытался, и до сих пор пытаюсь, идти правильным путем, согласно Божьим ценностям, а не ценностям мира, или моим собственным. Я серьезно относился, и до сих пор принимаю, Божьи заповеди прекратить греховное поведение, и делать то, что угодно Ему, и отражает Христа. Все эти усилия подготовили меня к тому, чтобы молиться за своих дочерей. Еще одно, что мы можем сделать, помимо обучения наших детей Слову Божьему и Его путям, мы вернемся к этому позже, это помолиться за них. Да, но как? Как женщина по сердцу Бога принимает любовь и обязательство молиться за своих детей? Как мы с вами можем выполнять Божью миссию молиться за наших сыновей и дочерей? Учитесь у благочестивых и молитвенных матерей и бабушек. Некоторые примеры из жизни могут ободрить вас и послужить для вас образцом в роли молящейся матери. Сразу же после его обращения мама Билли Грэмма каждый день выделяла время, чтобы просто помолиться за Билли и за то призвание, которое, по ее мнению, у него было. Он продолжал так молиться и не останавливался ни на один день в течение семи лет, пока Билли не стал проповедником и евангелистом. Его мать основывала свои молитвы на втором письме к Тимофею 2 стих 15, прося, чтобы то, что он проповедовал, получило одобрение Бога. У Лероя Эймса, рабочего, штурманов, был благочестивый друг, мать которого молилась за него по часу в день, с тех пор, как он родился. Джин Хендрикс, жена профессора Говарда Хендрикса из Далласской теологической семинарии, провела время в интенсивной молитве за одного из своих сыновей. В позднем подростковом возрасте его сын пережил то, что Жанна называет периодом бессознательности. У него не было энтузиазма, он часто менял настроение и впадал в депрессию, приходя на общение только односложными словами. Это был один из самых травмирующих моментов в моей жизни, признается Жанна. Он был так далек от Господа и от нас. Я чувствовал, что сам дьявол преследует моего сына. Я молился тогда так, как никогда раньше не молился. Я был на женском уединении, когда миссис Хендрикс рассказала нам, что в течение шести месяцев, продолжавшихся в этой ситуации, она взяла на себя обязательство перед Богом отказаться от обеда, чтобы помолиться за своего сына в течение часа, пока Бог, наконец, не коснулся ее сердца. Доктор Джеймс Добсон и его жена постятся и молятся за своих детей один день в неделю. У Гарри Айронсайда, бывшего пастора мемориальной церкви Муди в Чикаго, была мать, которая никогда не переставала молиться о его спасении. Всю свою жизнь Гарри мог помнить о важности своих молитв к Богу за него, Отец, спаси моего сына, когда он был молод. Не дай мне желать ничего, кроме тебя, Отец, сделай меня готовым быть избитым и скованным, терпеть позор или что-то еще из любви к Иисусу. Дочь основателя World Vision Боба Пирса говорит о своих бабушке и дедушке, через два года после смерти бабушки Бог забрал с собой дедушку и бабушку Пирс. Все трое были сильными молитвенными воинами от имени моих родителей, молились во время различных кризисов и поддерживали служение, часто предоставляя постоянный щит молитвы. Интересно отметить, что как только эти молитвы замолчали, начался ад. Какой из этих моделей вы будете придерживаться на этой неделе? Попросите Бога показать вам, как Он смотрит на своих детей. Когда вы читаете в Библии о преданных матерях и обо всем, что их дети совершили для Бога, вы можете получить представление о Божьем видении ваших собственных детей. Одной из избранных Богом матерей была Анна, чей сын Самуил начал служить Господу в нежном возрасте, а позже возглавил Божий народ как пророк и священник. Любящая и смиренная Елизавета, Луки 1 стих 60, учила своего сына с самого раннего возраста любить Бога, а затем ее служение в качестве Иоанна Крестителя возбуждало страсть людей, когда она проповедовала и готовила путь Господу Иисусу, Луки 3 стих 4. И мы не перестаем восхищаться Марией, молодой женщиной, которая обрела благодать перед Богом, Л.К. 1 стих 30, и была благословлена между женами, стих 28, чтобы учить, воспитывать и любить своего сына, Сына Божия, Господь наш Иисус Христос. Страсть к Богоугодному обучению. Хотя важно, чтобы мы молились за наших детей, за их спасение и за их христианских мужей, жен, мы не должны довольствоваться молитвой. Мы также должны быть примером жизни, посвященной Господу, и обучать наших детей следовать Его путям. Много раз женщина начинает хорошо, выходит замуж, желает ребенка, молится за ребенка, рожает ребенка и проходит церковную церемонию, на которой она посвящает ребенка Богу. Но потом что-то происходит, ребенок становится причиной того, что она перестает ходить в церковь. Наталья, молодая мать из моей церкви, позвонила мне, чтобы рассказать о типичной дилемме, каждый раз, когда я клала ребенка в церковную детскую, во время собраний, он простужился. Она знала, что ребенку нужно быть в церкви, и она тоже. Семье нужно было вместе поклоняться Богу по воскресеньям, поэтому мне было интересно, что я могу сделать. Пока мы разговаривали, он нашел решение. Она собиралась взять малыша на церковную службу и сесть с ним на задний ряд. Если малышка становилась беспокойной, Наталья выходила в холл, где могла прослушать сообщение через находящиеся там динамики. Если ребенок все еще не успокаивался, то она гуляла по церковному двору с ребенком в коляске. Наталья с таким облегчением увидела, что вся семья снова может вернуться в церковь. Другая мама, вышедшая замуж за одного из наших пасторов, сидела в фойе нашей церкви, когда ее троим детям еще не исполнилось трех лет. Каждый из них проводил бесчисленные часы удовольствия воскресным утром, ползая вверх и вниз по лестнице в церковные офисы. В то время как Хайди слушала проповеди через динамики, эти дети никогда не знали, что значит не быть в церкви в воскресенье утром. Это не урок о правилах посещения церкви, но я скажу вам, что верное посещение церкви способствует развитию важной привычки в жизни наших детей, а также приносит в их сердца то, что ничто другое не может дать им. Наше решение привести детей в церковь сообщает им с самого рождения о важности поклонения и общения как тело, евреям 10, стих 25. Это решение приносит бесконечные дивиденды. Во-первых, ваши дети никогда не узнают о другом варианте воскресенья. Еще одна причина водить своих малышей и взрослых в церковь – это воскресная школа. Учителя не только верно учат Божьим истинам, но и поддерживают то, что вы делаете в церкви и чему учите своих детей дома. Эти занятия являются эхом и поэтому усиливают их послание о ценностях, поведении, характере, дружбе, целях и спасении через Христа, что очень важно, когда дети принимают решения во время своего роста. В конечном счете, посвятили ли вы своих детей Богу в своем сердце и молитвах или через официальную церковную церемонию, воскресная школа – это практический способ воплотить это обязательство в жизнь. Но добиться этого нелегко, я знаю. В большинстве семей жена и мать – это вы и я – являются ключом к тому, чтобы собрать семью в церковь в воскресенье утром. И что мы с вами можем сделать, чтобы наша семья приходила в церковь с большей радостью и меньшими трудностями? Во-первых, в течение недели с энтузиазмом говорите о церкви. Пусть ваши дети увидят, что вы с нетерпением ждете Дня Господня. Начинайте подготовку к воскресенью в субботу. Достаньте специальную одежду, которую они наденут в церковь. Убедитесь, что они вымылись и вымыли голову накануне вечером, начните готовить завтрак и воскресный обед. И еще одно – ранний отход ко сну в субботу сделает воскресное утро еще лучше. Еще один способ, которым мы обучаем наших детей путям Божьим – это водить их, независимо от их возраста, в церковь, чтобы они больше общались с его людьми и их делами. Посещайте церковь и воскресную школу в воскресенье утром, а также не пропускайте вечернюю службу. В среду вечером в церквях обычно есть что-то для детей и молодежной группы, и, возможно, есть мероприятия для всех возрастов. Вовлечение ваших детей жизненно важно для обучения их познанию Бога и служению Ему. Конечно, каждая возможность сама по себе не дает многого, но если их дополнить друг другом, то частое и регулярное знакомство со Словом Божьим и Его народом на протяжении всей жизни станет твердой убежденностью в наших приоритетах и том, кому мы служим. Приводить наших детей в церковь не только для визита вежливости в воскресенье утром, хотя это уже может быть большим достижением, но и для их воспитания в благочестии. Когда наши две дочери росли, мы постоянно напоминали им, что их приоритетами были семья на первом месте, церковь на втором и школа на третьем. Всякий раз, когда в школе проходило какое-либо мероприятие, мы говорили им, звучит весело, и, может быть, вы можете пойти, но если у нашей семьи появится особая возможность, или если церковное мероприятие противоречит школьному мероприятию, мы собираемся бросить его боком. Конечно, мы поощряли наших дочерей приводить своих друзей из школы на церковные мероприятия. Но Джим и я применяли метод «хорошо, лучше и лучше всего» к нашей семейной деятельности, поэтому мы ставили семью на первое место, следя за тем, чтобы мы приводили наших дочерей в церковь. А как же иначе, везти их туда, значит гнать, какая мать не ездит постоянно на машине, чтобы отвезти своих детей в школу, на вечеринку, на футбольный матч, на футбольный матч, на футбольный матч, на плавание, на балет, в спортзал, за покупками. В дом друга, чтобы назвать только некоторые из наиболее распространенных мест. И я добавил ко всей этой деятельности то, что водил девочек в церковь, на мероприятия их молодежных групп и в дома других церковных семей, и это было сумасшествием. Часто в пятницу вечером мы с Джимом отвозили девочек в скейт-парк, чтобы провести ночь с их церковной группой, затем мы ложились спать, ставили будильник на полночь, просыпались в это время и шли взобрать их. В других случаях, когда у молодежной группы была ночная церковная деятельность, мы ставили будильник на 6 часов 30 минут утра, в субботу утром. И мы забрали их в 7 часов, когда они закончили. Это, безусловно, требовало многих жертв. Ответ сердца. Мы с вами никогда не узнаем, по эту сторону небес, всего, что наши молитвы совершили за наших детей. Конечно, действенная молитва благочестивой матери может многое сделать пред Богом, Иакова 5 стих 16. Божья работа состоит в том, чтобы работать в сердцах наших детей, но наша работа состоит в том, чтобы сделать Божьи ценности ценностями наших собственных сердцец, а затем следовать этим ценностям. Можете ли вы назвать какую-либо область своей жизни, которая не соответствует Божьим ожиданиям? Опять же, эта книга об этом, о том, как быть женщиной по сердцу Бога. Я молюсь и желаю и мне, и вам, чтобы мы стали дорожить Словом Божьим, Его мудростью и Его путями, чтобы мы могли уверенно стоять перед Его престолом для блага наших детей. Евреям 4 стих 16. Библия также говорит нам проверять себя, и нам с вами нужно делать это часто, во-первых, чтобы мы могли жить жизнью, угодной Богу, а во-вторых, чтобы подпитывать нашу страсть к благочестивому образованию. Божье обучение требует времени и посвящения, и иногда страсть, необходимая для долгого и трудного пути, угасает. Готовы ли вы привезти своих детей в церковь, чтобы открыть им истину, чего бы вам это ни стоило? Обязана ли она вести их к тому, чтобы они получали лучшее от Бога, от Его истины и от Его народа, независимо от личной жертвы, которую это подразумевает? Можете ли вы заглянуть вперед и увидеть, какое влияние окажут на ваших детей решения, которые вы ежедневно принимаете, чтобы воспитывать их в благочестии? Никогда не поздно укрепить любое слабое место в своем сердце или в том, как вы учите своих детей. Все зависит от вас и от вашего сердца, сердце ли оно по-божьему или нет. Слава Богу, это не заканчивается здесь. Бог, ваш партнер, желающий и способный помочь вам, когда вы воспитываете своих детей, чтобы они знали, любили и служили ему. Дорогая подруга читательница, от имени команды христианских палиблоков, я приветствую и благословляю вас, и я рад, что вам нравится эта работа, которую мы смиренно подготовили для вас. Мы хотим поблагодарить вас за то, что вы присоединились к нам, в этом проекте, наша цель, благословить вашу жизнь книгами, садивающими вашу христианскую жизнь. Также предлагаем вам адаптации на вашем языке, чтобы вы могли наслаждаться книгами и легко их понимать. Теперь мы хотели бы прочитать ваше мнение и предложение о будущих изданиях книг, которые вы хотели бы услышать на вашем языке, который вы еще не слышали. Если вам понравилась эта работа, которую мы подготовили специально для вас, мы просим вас помочь нам расти, ставя лайки на канал и подписываясь, и таким образом достигать новых верующих, которые хотят подпитывать свою христианскую жизнь. Мы ждем вас на следующей неделе, чтобы продолжить знакомство с новыми главами этой книги под названием «Женщина по сердцу Бога», написанной Элизабет Джордж, автором этой книги и многих других, посвященных в христианской жизни женщин. Также жена Джима Джорджа, пастора и проповедника христианства. Следуйте за нами в этой новой серии, созданной и разработанной специально для женщин-христианок. Где мы научимся быть женщиной с сердцем, желающим исполнять волю Божью. На следующей неделе мы продолжим учиться тому, как сделать так, чтобы сердце женщины переполнилось любовью к ее детям.